Аплодисменты Несмотря на погоду, сами видите, дождик. Для нас он был второй отец. Мы занимались непростые 2000-е годы, поэтому была жесткая дисциплина. Никто не курил, никакого гнилого слова не было. Все приходили на тренировки. На игры собирал за час до игры. Была жесткая дисциплина. На поле футболисты прошлого и настоящего. Самым молодым игрокам всего по 10 лет. Среди старшего поколения те, для кого Евгений Моченов был вторым отцом, наставником и другом. В своих воспитанниках тренер взрастил не только любовь к футболу, но и желание идти светлой дорогой. На самом деле это человек с большой буквы. В первую очередь он воспитывал не профессиональных футболистов, он такой цели не преследовал, а в первую очередь он из нас, из дворовых ребят делал людей. Воспитывал, можно сказать, как второй отец он у нас был. И чтобы всегда был опрятный внешний вид, подстрижены, чтобы были проглажены, постираны, воротничок чтобы был, чтобы всегда гетры у нас на месте были. Соответственно, следил за нашей культурой общения, никакого мата, только здоровый образ жизни. На памятный турнир в качестве болельщиков пришли и друзья детства Евгения Моченова. Они тоже с гордостью вспоминают, каким футболистом и человеком был рязанский тренер. Какой он замечательный товарищ был. Играл он очень прилично в футбол. Но вот так вот носик этот свой никогда не задирал. И так вот, такие, такие ребята, эти ребята простые, с рязанских окраин, прочие там жили, по переулкам где-то. Но эти ребята были любимцы города. Вот сейчас многие, никогда, вот команда мастеров не играет при таком скоплении зрителей. На них ходила вся Рязань. Их все знали. Человек жив, пока о нем помнят. В этом дружеском турнире для каждой из команд важна не победа. Гораздо более значимо то, что дело Евгения Моченова продолжает жить. Многие из его воспитанников сами стали футбольными тренерами. А это значит, что Евгения Алексеевича по праву можно назвать тренером с большой буквы. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».